здравствуйте друзья я хочу начать первое занятие по математике для первого курса и начну я самого простого самых основ откуда взялась математика для чего она нужна и вообще с чего все началось и так вот давайте представим себе что вот люди только-только начали что-то понимать начали как-то разговаривать и люди начали ну как-то общаться что-то им надо передать что такое передача ну какую-то информацию это значит ну каким-то образом что-то написать и еще не было письменности даже никакой и вот но скажем первобытные люди да вот они пошли на охоту и мужчины и ушли им повезло они убили например быка и значит ногу они его не могут дотащить например да и что они напишут на какой-то сказать на там берут кусок коры например и он царапает значит он рисует быка и про пронзенного копьем и говорит что вот сюда нужно скажем еще трех человек на помощь как он это напишет значит он рисует быка пронзенного значит там как-то рисует что нужно и рисует три человека и значит три и значит значка мужчины вот таким образом появились но как бы цифры то есть смотрите что такое цифры к как он нарисует цифру 3 а он нарисует цифру 3 ну скорее всего тремя палочками то есть цифра 1 как правило одна палочка цифра 2 2 2 палочки цифра 33 палочки именно так изображаются до сих пор цифры в традиционных китайских иероглифах 1 это одна просто палочка вот такая 2 это две палочки то есть как равно только подлиннее 3 это три палочки ну дальше уже 4 значит там как перевернута наш четверка и так далее дальше уже идут варианты то же самое касается другого варианта когда в риме например только-только начали люди вот в этих местах где заражалась зарождалась цивилизация ну в египте там где-то еще что они делали но там римские цифры вертикальные одна палочка это один вы знаете римские цифры до 2 палочки две цифры три палочки три цифры соответственно ну а дальше уже смотрите как интересно получается почему дальше все иначе смотрите у человека да и когда ну вот это вот можно нарисовать на кусочки коры там да или сказать да из этих писем появились первые иероглифы и так далее но что дальше происходит а дальше ну например если я кому-то вот ну так я если с человеком из другого племени разговариваю да то я могу то же самое сказать что вот я хочу там поменять значит но например у меня есть три мешка зерна поменять на 3 козы например да то есть я им показываю 3 то есть чем я показываю пальцами понимаете поэтому значит сколько у нас пальцев на руке 5 пальцев на руке и значит на двух руках 10 пальцев поэтому получается римские цифры получается вот значит цифра 1 2 3 и есть цифра 5 уже появляется то есть сколько пальцев на одной руке она вот такая примерно то есть вот галочка а значит цифра 4 это галочка минус 1 значит вы помните да цифра 6 соответственно галочка минус 2 цифра 7 галочка плюс 2 цифры цифра 8 галочка плюс 3 цифры и цифра на 9 это 10 минус 1 а цифра 10 это помните крестик да в китайском языке до сих пор иероглиф тоже крестиком только вот таким как плюсик рисуется ши то есть до сих пор точно так же в китайском языке рисуется цифра то есть смотрите у нас 5 у нас 10 пальцев на двух руках поэтому цифры ну в римском совершенно четко значит там 123 потом значит 5 да вот так вот галочка и 10 крестик но в китайском языке там 56 они уже по-другому немножечко рисуется но 10 тоже крестиком рисуется потому что именно потому что у нас на руках 10 пальцев было бы у нас на руках там по четыре пальца значит было бы восьмеричная система счисления а сейчас у нас мы считаем до 10 и дальше уже идет значит 10 плюс 1 значит 10 плюс 2 и так далее дальше уже идет про продолжение но римские цифры очень неудобные вы знаете да вот но какие еще есть системы исчисления смотрите уже но в более развитых каких-то сообществах появлялись жрецы так называемые они смотрели на небо и они заметили что небо как бы но вращается вокруг сказать но там есть север центральная звезда и вот как бы но планеты они поворачиваются с какой-то скоростью и у нас есть луна наш спутник за год то есть люди заметили что меняются времена года там зима весна лето осень и за год этих циклов лунных происходит 12 штук поэтому люди решили что число 12 тоже магическое число потому что она связана с луной многие поклонялись тому ну луна в качестве божества и поэтому цифра 12 тоже была вот такая и все что связано с землей с луной здесь уже двенадцатиричная система исчисления мы знаем что у нас значит время суток меняется от 0 до 12 часов потом значит этот день потом значит ночь в сутках 24 часа то есть два раза по 12 поэтому дюжина это тоже такое магическое число и поэтому цифры тоже но в романских языках идут значит после 10 мы знаем тэн элэйван твэл а дальше идет уже соотин фоотин фифтин и так далее то есть 12 часов именно вот магическое по знакам луны а по знакам луны это количество месяцев и так далее люди уже начинали как-то ориентироваться во времени ну и значит дальше уже начали разбивать часы на минуты и там тоже сколько там тоже 60 минут почему 60 потому что 60 до 12 умножить на 5 то есть вот отсюда происходит различные системы счисления но вы видите что это все элементарно что это все можно понять но а вот дальше уже будет немножечко сложнее на сегодня все спасибо что вы думаете по этому поводу напишите и следите за следующими видео будет постепенно как кажется что это вот все очень очень просто но потом будет постепенно усложнение и вы увидите что очень быстро мы придем к пределам придем к бесконечным последовательностям кредами так далее но и для чего нужна вся эта математика все это очень кратенько я постараюсь объяснить всего за несколько занятий весь первый курс программу суть ну а на сегодня все спасибо за внимание